Здоровый образ жизни. Эти три слова все чаще можно увидеть на обложках глянцевых журналов, главных страниц газет, услышать из телевизионных передач. Новые веяния моды твердят о том, что курить, употреблять алкоголь, наркотики и вообще иметь другие вредные привычки – это непрестижно. А вот заниматься спортом, питаться полезными продуктами, вести активный образ жизни и не зависеть от вредных привычек – неотъемлемая часть успешного и сильного человека. Наши корреспонденты пообщались с юными славянцами и их родителями на эту тему. Какого мнения на этот счет придерживаются подрастающие поколения и какие методы в воспитании используют родители? Чтобы оградить своего ребенка от пагубных привычек, смотрите далее. Расскажи, что для тебя здорового образа жизни? Здорового образа жизни – это когда занимаешься зарядкой по утрам, чистишь зубы. Идешь, тебя отвозят в садик, и ты там гуляешь. Для меня здоровый образ жизни – по утрам заниматься зарядкой и спортом. Здоровый образ жизни для меня – это спорт, хорошее питание, образ жизни. Я занимаюсь спортом. Я иногда хожу на спортивную площадку, там отжимаюсь, пресс качаюсь, подтягиваюсь. Я очень люблю сильно заниматься боксом, спортом, кушать кашу, суп. Есть яблоки, у них есть витамины, есть все полезное, что у нас есть. Что не полезно, не надо. Спорт, заниматься гимнастикой, бегать, подтягиваться. Вредные привычки у человека – это когда есть чипсы, жвачки, много курят. Я об этих привычках узнал от взрослых и родителей. Человек, когда много курит, им есть много сладкого, он заболевает. А какие ты считаешь вредные продукты, есть вредные продукты для здоровья человека? Это жвачки, конфеты, чупа-чупсы. Для человека вредные – это чипсы, сухарики, когда жареное много едят. Расскажи, пожалуйста, что для тебя здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни – это когда человек не курит, не пьет, ест полезную еду и занимается спортом. Я считаю, что здоровый образ жизни – это закаляться. Я занимаюсь спортом и считаю, что должны все так делать. Для меня здоровый образ жизни – это когда бегать, прыгать, правильное питание, фрукты, овощи. Ходить в спортзалы, тренажером заниматься. Мы каждый день с бабушкой едим фрукты, овощи. С родителями ходим в спортзалы, бассейн. Здоровый образ жизни для меня – это когда занимаешься физкультурой, много бегаешь, плаваешь, ходишь на туризм, занимаешься спортом, ешь полезную еду, фрукты, овощи. Чем более всякие в них витамины есть. Вот в моей семье мы часто кушаем… У меня есть брат Данил, мы с ним кушаем яблоки часто. В них много витаминов. Груши любим, апельсины. Ну, мы все фрукты любим. Здоровый образ жизни – это не курить, не пить. Надо принимать хорошую пищу. Вредные привычки у человека – это когда он много пьет, курит, не занимается спортом и ест неполезную пищу. О вредных привычках мне об этом рассказала учительница в школе. Мне кажется, что вредные продукты нельзя употреблять. Это сухарики, чипсы, гамбургеры. Они вредят нашему желудку. И одних человек полнеет. Я считаю, что вредные привычки – это курение, алкоголь. Они разрушают легкие и разрушают печень. Кто тебе о них рассказывает? Родители, учитель. Я считаю, что вредные продукты – это чипсы, сухарики, газированные напитки, фастфуды. Они вредные, потому что у них есть и добавки, и ГМО. Нельзя часто курить, смотреть телевизор не больше часа. Сидеть у компьютера много нельзя. Можно слепнуть, конечно же. Я об этих вредных привычках от мамы узнала. Она мне это сказала. Какие ты считаешь вредные продукты для человека? Мне кажется, что вредные продукты – это чипсы, сухарики, пепси, газировка, все остальное. Там хутдоги вот бывают еще. Скажи, пожалуйста, какие вредные продукты ты считаешь для здоровья человека? Вот что нельзя кушать? Чипсы, сухари, всякие напитки алкогольные. Чем более, ну, все колу, вот это все спрайты, напитки, газированную воду. Можно пить нормальные. Простую воду, соки. А другого ничего такого нельзя. Я это иногда очень редко употребляю. Скажите, пожалуйста, стремитесь ли вы в семье вести здоровый образ жизни и учите ли это у своих детей? Конечно. Здоровый образ жизни в первую очередь. И, естественно, проводим с детьми. У меня двое детей. Различные беседы о здоровом образе жизни. И, ну, это кредо нашей семьи – здоровый образ жизни. А приведите примеры? А, примеры, конечно. Ну, в первую очередь, конечно, это здоровое питание, режим дня, ну, зарядка. Бывает, даже пытаемся закаляться. Вот так вот. Отлично. А как вы считаете, кто должен говорить детям о вредных привычках и что они вредят организму вообще? Ну, конечно, в первую очередь все идет из семьи. То есть, в первую очередь должны родители акцентировать на это внимание, разговаривать об этом со своими детьми, приводить примеры, что можно, что нельзя, как говорится, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, а потом, конечно, где дети проводят большую часть своего времени – это в школе. Конечно, пропаганда должна идти и в школе. На классных часах, какие-то внеклассные мероприятия. А как вы считаете, какие есть вредные продукты для здоровья человека и покупаете ли вы в семью? Ну, конечно, есть такие вредные продукты. Стараемся, конечно, не покупать. Ну, естественно, это все, что идет там – чипсы, пепси-кола, кока-кола, то есть газированные напитки. Вот. Сейчас этого очень много. Ну, стараемся с детьми разговаривать, говорить о вреде, что именно, чему они именно вредят. И следим, отслеживаем, стараемся, чтобы дети это не покупали. Мы стремимся к здоровому образу. У меня муж каждый вечер бегает на стадионе, и детей берет часто на стадион, они тоже вместе бегают. Потом дети у меня занимаются спортом, и сын, и дочка как бы ходят в спортивную школу на легкую атлетику. Ну, вот так вот стараемся. А как вы считаете, кто должен говорить детям о вредных привычках и о том, какой вред они наносят организму? Конечно, в первую очередь об этом должны говорить родители, и не только говорить, но и своими действиями тоже показывать о том, как нужно себя вести, что вред курения. У нас в семье, допустим, никто не курит. А какие, вы считаете, вредные продукты есть для человека, и вот покупаете ли вы их в семье? Вредных продуктов, конечно же, есть. Детям мы категорически стараемся не покупать чипсы разные, там вот эти вот конфетки, там мармеладки. Это, конечно же, мы ничего не покупаем.